всем привет друзья с вами михаил игра trials of heroes и сегодня хочу друзьям сделать гайд на акса не удивляйтесь это персонажу уже больше год но у меня на канале на этого персонажа нету гайда и получил наконец-то возможность поиграть за этого персонажа и поделюсь своим мнением так как персонаж довольно таки достойный но есть свои нюансы как обычно поэтому старички естественно пропустите и тех кто играет этим персонажем а для новичков может быть полезно если вам нравятся такие видео обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайк оставляйте вопросы комментарии друзья всем и каждому от всего сердца большое спасибо за вашу поддержку и так погнали друзья акса это у нас зелень жрец очень хороший хиллер и ее основной бонус это один из немногих щитовиков а если говорить точно друзья массовых щитовиков у нас всего два это болдер и акса поэтому этот персонаж уже только за счет этого одного достойно внимания пробежимся по навыкам друзья ульта наносит 600 урона трем случайным врагам при этом эхо природы наносит 300 процентов урона нескольким и формула друзья я прям сильно не буду останавливаться самое главное друзья восстанавливает у за 800 процентов от атаки всем союзникам и получает эхо природы до конца битвы каждый эффект эхо увеличивает невосприимчивость к урону и самое главное опять же исцеление этот персонаж прям на хилл очень должен быть нацелен сразу говорю потому что от этого зависит ее раскрытие по сути 2 2 скилл это обычный навык бьет несколько двух врагов с наивысшей атакой помечает их меткой ежевики на три раунда каждая метка ежевики уменьшает скорость и броню и самое главное цель с меткой ежевики если атакует получает 7 процентов от маг здоровья но не больше трех тысяч это шикарная специфическая но шикарная возможность которая также также диктует определенные особенности при выборе выборе персонажей которых ставить акса вместе здесь естественно с атакой исцеления это прям то что ей надо то что ей просится и последний навык это такая подстраховка небольшая менее 50 процентов собственного злу снимает себя все бафа восстанавливать здоровье увеличивать не восприимчивость урона всем союзникам и плюс еще если союзник погибает кидает молчанку друзья ну что сразу стоит отметить все метки которые она накидывает которые на ней они чистятся это большой недостаток раз скорость очень маленькая как вы видите 1148 это она будет ходить одна из самых последних это очень большая большой недостаток номер два по таланту самое интересное наш талант это каждый раз когда она восстанавливает озу до максимума все что выше этого максимума переходит в щит всем союзникам и плюс еще помечает стражам природы страж природы опять же он чистится щит не чистится и страж природы увеличивает брони из этого у нас друзья следующий вывод мы можем сделать чтобы это все ее навыки в комбинации работали необычный навык метка ежевики которая наносит урон и щиты ей надо очень много хила она должна хилить ее желательно хилить тоже она насколько получилось поиграть и по спрашивать игроков которые играли очень хорошо комбиться с такими персонажами друзья которые хилятся это естественно лилит рядом ставим она ее будет подхиливать и естественно щит будет накидываться с таланта тоже самое петра петры тоже восстановление идет узел каждый раунд от атаки петры что тоже естественно может накидывать щит на всех остальных в общем логика не хитрая надо ее хилить и она будет хит щит свой накидывать постоянно в отличие от балдера щит которого щит которого в начале сразу накидывается тоже такая особенность для сравнения акса если сразу не будет какого-нибудь на нее от хила на первом ходу не будет у нее щита балдер же сразу команда со щитами со щитами ветка здесь естественно я бы уходил атака хит хит ей тоже нужен есть такая особенность дальше скажу иммун контроля иммун контроля здесь я бы выбирал зависимости по ситуации если урон нужен правый если надо стоять и чисто метками бить снижение урона чистка и естественно хил по кристаллу друзья я бы советовал вам открывать две ячейки в первую ставить как здесь и стоит я считаю абсолютно правильное исцеление и хп и атака это то что и надо чем больше исцеление будет тем больше шансов щит получить 2 2 ячейку я бы обратил внимание на хит потому что есть такая проблема диссимиляция черная дыра она может мазать по артефакту ну самое идеальное это конечно друзья молот если кто-то не знает молот это у нас артефакт который прям для хиллеров он хоть и донатный редко где его можно найти но он при исцелении плюс 50 добавляет хп и атака это как раз то чтобы зашло если есть священный страж этот артефакт тогда в кристалл можно поставить хит если нету тогда можно обойтись вариантом шар или посох а исцеление на кристалле для максимального раскрытия друзья однозначно ее надо отпечаток поднимать потому что у нее с отпечатка увеличивается исцеление на первом на первом навыке пассивки и на последнем на последнем тоже увеличивается и и эхо природы 20 процентов плюс 5 на каждом эхо что очень даже важно для этого персонажа в общем друзья по навыкам по сетапу все прошлись перейдем к практике друзья первое на что хочу друзья обратить внимание вот такой владелица аккаунта закрывал древние руины вообще без проблем хотя как видите акса еще была прокачана всего на 13 звезд и основной урон был от фантома и лилит но тем не менее она свое дело делала и проблем проблем пройти таким составом вообще не было даже если не будет друзья кого-нибудь типа фантома любого персонажа вы поставите акса сама я думаю будет хорошо тащить если естественно прокачать на максимум даже 16 звезд она чисто метками будет чисто метками будет убивать а плюс еще под хилл если рядом будет стоять кто-то щиты непробиваемая проблема конечно единственно может быть с контролем это ее проблемка есть перейдем друзья к пвп друзья я подобрал приблизительно такой состав 9 почти 10 миллионов будем нападать на будем нападать на 12 миллионов но нам надо нам надо хорошенько подхилить сразу и поэтому стоит она рядом с лить чтобы щиты накидывали и если мы попадем в контроль это будет самое плохое что может быть как видите если мы первое походили все все нормально все работает проблем нету проблем нету мы бьем мы подхиливаем плюс еще сами метки сами метки раскидываются всех кто бьют по щитам они получают эту метку метку ежевики и соответственно сами себя могут убивать от этой метки ну по идее здесь у нас проблем не будет но друзья здесь не было никакого хорошего контроллера сейчас подберу пачку с контроллером с вестником и увидите что от этого получится вот друзья нападаем на пачку 13 или 14 миллионов суть важно тут с вестником вот у нас получилось походить мы щиты накинули и против нас болдер тоже со щитами но есть вестник и как видите как видите пачка с космо героями априори будет сильнее и лучше все метки плюс тут никс стоит плюс мерлин от вестника чистка от мерлин чистка плюс по скорости прям она проседает максимально поэтому в пвп в эндгейме вряд ли что-то с ними получится прям выдавить некоторые говорят можно через двух геликов с ней ураганом и ними и стараться что-то с нее выжимать но априори любой космо герой будет посильнее пачки с акса и рассчитывать на нее в рассчитывать на нее в эндгейме не приходится но тем не менее друзья как вариант щитовика который может который может контрить камазов это тоже имеет место быть сейчас постараюсь найти пачку с камазами чтобы вам показать вот друзья пачка с камазом но опять же нам надо первым походить вот мы походили щит щиты накинулись и камаз теперь нас не пробьет плюс еще камаз сам сразу сам сразу откис и хоть как хоть какая-то хоть какая-то щита это от камаза тоже большое дело щиты лучше всего щиты лучше всего тормозят камаза в этом смысле ничего не поменялось и как какой-нибудь бюджетный вариант акса все также имеет место быть друзья перейдем к пве в пустоте и однозначно не место разлом давайте глянем разлом друзья не видел тесты на других каналах однозначно она вам однозначно она вам поможет пройти до 20 уровня на легке но свыше будут проблемы чем особенность может быть друзья вот такой состав это неправильный состав почему потому что здесь стоит контроллер хилос херон смысле и кернуна а нам надо наоборот чтобы нас били и от как того что нас бьют меткой ежевики получают урон поэтому здесь надо собирать такой специфический сетап типа арвейла без мастера моли моли я наверное на фулл выкачки может хорошо зайти потому что она тоже хилит то есть надо подобрать такую пачку чтобы не было контроля но в то же время было достаточно хило чтобы держать щиты очень специфическая задача но тем не менее имеет место быть друзья вот как вы видите например персонаж стоит в контроле и он не наносит по нам урон соответственно и мы и мы чем дальше будем проходить тем стопроцентнее можно говорить так же проверено не сможем выбить потому что урона нам не хватит перейдем к диссимиляции черной дыре друзья в черной дыре друзья довольно таки неплохо себя показывает имеет место быть на на определенном этапе пару не пару невозможно стоит использовать если надо так и добавить другие руны но я здесь поставил руну на хил и бью вот таким сетапом вроде неплохо неплохо получается чем хороша чем хороша акса это если уже эти метки ежевики накинулись то персонаж который будет с меткой бить без разницы стоим и в контроле или нет по нему урон все равно будет проходить это тоже очень хорошо особенно особенно с керну нами или еще каким-то контрольщиком но нам надо для этого сначала накинуть сначала накинуть именно нашу метку для этого у нас только два варианта или обычная атака или надо сразу щиты накинуть если только у нас будут щиты любой кто бьет по щитам получает метку ежевики и сам себя будет потихоньку убивать пока мы будем стоять вот например как сейчас простояли мы немного в контроле но тем не менее урон идет можно ли закрыть через акса до конца думаю нет не хватит не хватит этого урона точно также будет как и в разломе чем дальше мы будем проходить тем разница в хп там будет настолько велика что просто не будет хватать урона если мы просто будем стоять в щитах как дополнение например какую-то пачку придумать с геликами чисто чтоб щитами прикрываться ну опять же скорее больше 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 нужно контроля в черной дыре контроля и чистки чем чисто на щитах и на метке ежевики перейдем диссимиляция друзья диссимиляция друзья тут уровень маленький но тем не менее сможем посмотреть бью точно таким же составом как по мне самый оптимальный из тех персонажей которые здесь есть и ну по крайней мере на тридцать шестом уровне я каких-то проблем не увидел но вы можете сейчас сейчас увидите что иногда проблемки с попаданием могут быть могут быть поэтому нужно обязательно ставить ей как вариант хит но 36 опять же друзья 36 не показатель пока давайте босса глянем но я тоже думаю не будет проблем потому что 10 космоникс есть фантом это не будет составлять труда единственное что это промах может нам как-то помешать а так опять же друзья как бюджетный какой-то вариант имеет место быть вполне имеет место быть и прям я бы не стал так хейтить и как некоторые делают но в эндгейме я бы ее не стал качать я бы отдал предпочтение болдеру друзья если выбирать из щитовиков но это в эндгейме как видите тему 36 тоже спокойно проходит поэтому имеет место быть друзья очень даже имеет место быть вот мы стоим в контроле и тем не менее все равно урон проходит в общем друзья такое такой обзор получился делитесь делитесь своим мнением делитесь своим опытом игры за этот персонаж какие какие команды с этим персонажем вы использовали делитесь информации с другими игроками вполне достойный персонаж друзья мимо прям проходить его не стоит но для эндгейма он явно вам погоды не сделает это не тот персонаж вокруг которого можно строить команду в отличие от того же вестника ну и как я и говорил раньше друзья чем дальше мы двигаемся по этой игре тем больше и больше приоритет будет космо героем поэтому как бюджетный вариант для в притупло игрока имеет место быть надеюсь видео вам друзья будет полезным понравилось всем хорошего настроения павлу владельцу аккаунта отдельное спасибо за предоставленную возможность снять видео мирного неба над головой друзья до новых встреч